Карачао-Черкесия понесла невосполнимую утрату. На 1991 году ушла из жизни Лейла Абубикировна Бекизова, известный ученый, литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик адыгской Международной Академии Наук, заслуженный деятель науки Карачао-Черкесии, Кабарда-Балкарии и Адыгеи. Всю свою жизнь она посвятила изучению актуальных проблем, связанных с историческим развитием художественной литературы черкесского народа. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов и председатель правительства Асланозов выразили соболезнования родным и близким Лейлы Бекизовой. О жизни и деятельности Лейлы Абубикировны расскажет Зарема Карданова. Слово «душа народа». На моем родном языке слово «псата» переводится «вместилище души». Говорить на черкесском значит говорить с любовью и уважением. Эта фраза принадлежит самой Лейле Абубикировне, и она стала эпиграфом книги члена-союзописателей России Татьяны Братковой к юбилею корифея литературы народов Карачаева-Черкесии Леи Лебекизовой. Книга о первой среде черкесского народа женщине и докторе филологических наук, кавалерии орденов «Дружба народов и заслуги перед Отечеством второй степени», литературоведе, вице-президенте Международной Черкесской академии наук, члене секретариата правления союзописателей России, председателе правления союзописателей Карачаева-Черкесии, члене исполкома Ассоциации городов Юга России, лауреате международных премий имени Кандура и Шамиля, почетном жителе Черкеска Лейле Пикизовой. Вся земля кавказская, естественно, будет вспоминать и боготворить эту удивительную, красивую, умную, выдающуюся женщину. Неоценим вклад Леи Лебекизовой в развитие советского и российского литературоведения, в создании Национальной школы литераторов подготовки плеяды молодых ученых Северного Кавказа. Не могу не сказать о ее преподавательской деятельности. Это очень серьезная работа, благодаря которой воспитана большая плеяда ученых, аспирантов, защитившихся, достигших определенных высот. Сегодня мы имеем право говорить о том, что она основатель филологической школы в Карачаево-Черкесии. Это факт уже сложившийся, об этом говорят. Я бываю с ней часто в других республиках, в других регионах и всегда отмечают, что это школа Бекизовой. Лейла Убекирна у нас в республике и на Северном Кавказе. Знаковая личность, конечно. Ее знают во всех республиках. Но мы ближе знаем, мы писатели, потому что уже более 20 лет она руководит нашей писательской организацией. Сегодня стало пусто в городской квартире Лейлы Убекировны. Остались стоять на стеллажах многочисленные фотоснимки с разных важных мероприятий. В этой скромной квартире гостили многие именитые поэты и писатели, языковеды и просто люди творчества, среди которых был известный ученый-исследователь адыгских языков Георгий Турченинов. Вы посмотрите, с какой гордостью я стою около этих великих женщин. Ольга Бергольц, Анна Ахматова, которые столько пережили, если бы не их слово, мир бы не узнал бы о том, чем жила Русь, чем жила Россия, их поэзия. Потому что поэзия работает на уровне души человека и литература тоже. Когда-то встреча юной черкешинки Лейлы с Ленинградом стала настоящим потрясением. Впереди ее ждали другие моменты восхищения и удивления. Лейла Бекизова вошла в чудесный мир писателей и поэтов. Она открывала образы героев-преданий, которые жили в сознании народа. В этом особую роль сыграл героический нартский эпос адыгов. Нарты учат мудрости, стойкости, мужеству и достоинству. Не зря она посвятила один из своих трудов от богатырского эпоса к роману – родителям. Именно от них и Лейла унаследовала любовь к родному слову, а затем она учила этому своих студентов в пединституте в Карачаевске. Лейла у Бекировна часто и много вспоминала своего руководителя, который посоветовал заниматься исследованием фольклора и литературы черкесов. Она всегда приводила в пример шухляуа – «Млечный путь». Ибо и это все увязывало, что по той тропе, по которой гонят лошадей, именно это выражение ей принадлежит. И когда вот обо всем этом думаешь, воспринимаешь, что это чрезвычайно объемная культура, объемная школа, объемный ум. Благодаря исследовательским работам Бекизовой узнавали о писателях и поэтах Карачаева-Черкесии, затем они заявляли о себе на всесоюзном уровне. Когда-то темой дипломной работы Лейлы стала черкесская советская литература. Она ее привела в большую литературу народов Кавказа, а затем про нее узнал весь писательский мир Российской Федерации. Зарема Карданова, Светлана Шейндрик, Мухаммед Ашибоков, Рашид Токов и Ислам Урумов. Вести Карачаева-Черкесия.